друзья всем привет сегодня у нас 13 июня понедельник время половина 5 значит ситуация какая недавно я приехал ставрополь буквально пару дней назад пожил здесь немножко и понимаю что жить в ставрополе мне надоело точнее как жить в городе мне надоело силы больше нету надо бы куда нибудь уехать я так подумал подумал и решил что наверное поеду я в отпуск вот так выбрано значит направление у нас черноморская российская конкретно славный город адлер так значит отправление у меня в 18.40 сейчас полпятого я думаю заранее во избежание различных форс-мажоров до приехать на вокзал и уже там часок-другой полтора часа до посидеть подождать отправление поезд ну вы знаете то пробки это машина сломалась то маршрутка не доехала то еще что-нибудь да вот поэтому сейчас что значит заказываю такси и выдвигаюсь сумка у меня полностью собрана такая тяжеленная получилось вы представляете просто трендец килограмм двадцать наверное вроде бы взял самое необходимое такая огромная получилось ну в принципе как всегда почти она у меня пустой не бывает хотел было сначала ехать общественным транспортом до выяснилось что с этого места где я проживаю прямых маршрутов нету даже до вокзала ставрополя нужно ехать пересадками либо идти пешочком минут 20 примерно до 50 лет в лгсм и там садиться на прямой маршрут 120 ездит 15 32 и так далее сначала я так хотел сделать да думаю ну чё я там возьму пару маечек да и все да а нет сумка казалось тяжелой и как бы переть ее по такой теплой погоде летний да за тридцаточку не очень хочется посмотрел сколько будет стоить такси доехать там что-то около 200 рублей и я решил наверное поеду я все-таки на такси так что сейчас забьем значит яндекс гоу и посмотрим сколько же будет сейчас стоит вот поездка даже до вокзала ну нормально 196 рублей все четко заказать поезд машин идет смотрим какая подойдет лучше всего по идее не должно быть проблем с машинами кто-нибудь да и согласится на поездочку до машин много достаточно на районе так что без проблем думаю доедем цена билета где-то 1600 что ли у меня получилось покупал билет я в начале июня вот есть белая гранта через четыре минуты приедет завершает маршрут замечательно можно в принципе уже спускаться вниз заодно там выкину пустую бутылку дойду до мусорки и подожду водителя все супер так что отчаливаем в отпуск давненько не был в отпуске целый год прошел уже транспорта такой живет до свидания не прошло и каких-то 14 часов я уже нахожусь славном городе адлер значит где-то в метрах в 500 наверное виднеется вокзал вот а я иду в сторону гостевого дома значит яндекс карты показывают что где-то километр 700 метров примерно до костевого дома и вы представляете этот дождь идет в адлере елки-палки я посидел на вокзале там телефон немного подзарядил но думаю подожду пока дождик закончится а он не заканчивается не заканчивается это хорошо что я взял зон вот прям как чувствовал что надо взять зонтик на случай дождя и вправду дождь пошел какая акация хорошая даже несколько растет доехал нормально вагон был забит но процентов на 70 наверное люди в основном садились в ставрополе вот конкретно мой плацкарт нас ехала три человека из шести мест никто так и не подсел больше мы особо не общались все в телефонах сидели и все так что вот так значит до костевого дома как я уже сказал минут 20 пешком думаю прогуляюсь почему бы нет посмотрю на красоты адлера в эту сторону кстати еще ни разу не гулял как же здесь пройти а опа я как-нибудь пройдем ёлки-палки ух тыс открылся хорошо вы знаете оказывается сумка не такая уж и тяжелая как мне казалось в начале так что можно было и в ставрополе не на такси ехать а песком дойти до 50 лет и там спокойненько на автобусе доехать ну да ладно доехал на такси там кстати интересная такая ситуация была вызвал такси должен был подъехать через четыре минуты этот таксист я вышел на улицу жду жду где же он есть его что нету и нету и нету хотя показано что машина на районе там буквально километре от меня было потом бабах не приходит оповещение что за вами приедет кирюша киария комфорт класса вы рады я нажал кнопку ну конечно же я рад и в общем мы с этим водителем доехали водитель неразговорчивый был молчал всю дорогу но музыка играла в машине радую то что здесь тепло ветра особого нету вот идут сейчас футболки да и вполне комфортно мне что-то я посмотрел прогноз погоды на ближайшие несколько дней и там написан дождь ну как с переменным солнцем да то дождь что солнце так а вот и переход который мне нужен я до него уже почти дошел хорошо прохожу мимо стоянки самокатов city mobile да тут их целая коллекция ты посмотри а штук 20 наверное сейчас вам покажу главную дорогу адлера со стороны с высоты почти птичьего полета железная дорога но я хочу показать автомобильную дорогу главное не убиться блин шлёп как-то скользко а подъем крутой достаточно да значит вокзал ту сторону а мне нужно в сторону олимпийского парка в сторону абхазии туда тут как обычно пробка ну да пробка нескончаемая вечная можно и так сказать прохожу сейчас речку под названием хорота нифига себе змейка сидит на бревнышке охотиться по ходу такая блин крупная однако вот как будто бы и продолжение в натуре вот это хвост через всю длину змея может быть это не змея а обман зрения ладно когда буду монтировать увеличу посмотрю ладно речка хорота раньше она называлась хирота но связи с неблагозвучным названием хироту заменили на хорота это когда-то давно читал в википедии дошел до второго пешеходного перехода от вокзала он там не нужен сейчас я на него поднимусь перейду потом в той стороне от дороги находится пятерочка и считай я уже пришел там где-то рядом с пятерочкой находится мой гостевой дом пешеходный переход даже с крышей ой как замечательно даже можно зонтик убрать хорошо сейчас поднимусь опять покажу виды с этого пешеходного перехода блин плитку положили скользко до ужаса вообще просто пробка продолжается в сторону вокзала а с другой стороны у нас начинаются кольца олимпийские первая из них это европы ладно идем искать пятерку вот по идее за этим поворотом должна быть пятерка но не знаю так это будет или нет ага шаурмян суши роллы хорошо да действительно это пятерочка короче я пришел получается сейчас нужно оглядеться по округе посмотреть еще раз карту и найти гостевой дом который мне нужен тут уже кстати дождя нету а все знаете почему потому что наверху находится дорога вот так дом молитвы не ну точно я не в доме молитвы буду жить евангельских христиан устрицы раки алкомаркет морепродукты опт караоке все по взрослому видео буду завершать лайк подписка колокольчик если оно вам понравилось желаю вам всем хорошего отдыха если вы отдыхаете и хорошего отдыха если вы планируете отдыхать вот так отдыхать не работать как говорится до скорой встречи реведерч че ракет く там у